В Тверской гимназии номер 12 при поддержке общественной палаты города Твери прошел фестиваль любительских короткометражных фильмов «Родом из Твери». Ребята под руководством наставников из телестудии «Акценты» создали видеоработы, посвященные выдающимся жителям Тверского края. Тему продолжит наш корреспондент. Фестиваль «Родом из Твери» в стенах гимназии номер 12 проходит во второй раз. Юные тверичане в рамках проекта сняли 8 фильмов об известных уроженцах Тверской земли. Так ученик 6-го Е-класса Сергей Балявин создал фильм про известного журналиста и писателя Бориса Полевого. Сергей рассказывает, что во время подготовки видеоработы узнал много нового про своего земляка. Где он учился, то, что Борис Полевой — это его псевдоним. Узнал то, что он был военным корреспондентом. Узнал то, что он был, как бы так сказать, старшим другом, наставником для будущих очень известных достаточно людей. Меня больше всего заинтересовало то, как он вообще в Твери жил, какая тогда была Тверь. В Тверской гимназии номер 12 поддержали инициативу студии «Акценты» по созданию школьниками исторических и патриотических фильмов. Это даёт возможность ребятам узнать об истории Тверской области не только из учебников. По результатам фильма у них есть возможность обсудить судьбы жизни наших замечательных земляков на классных часах. Мы будем продолжать в том же самом духе, потому что это развивает, это вызывает гордость за свой родной край, за свою малую родину. Однако в процессе создания видеоработ ребята не только лучше узнают биографию известных уроженцев Тверского края, но и получают дополнительные навыки и компетенции. Ну, у нас как бы совместное с ними творчество. Я помогаю ребятам сделать сценарий. Они его озвучивают, подбирают материалы. Мы из этого делаем документальный фильм. И вот так вот детское творчество, наши профессиональные студии, и рождают вот эти фильмы. У организаторов уже есть планы на третий фестиваль. В следующем году наша страна отметит 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В областной столице родилось 18 героев Советского Союза. Следующие фильмы планируется посвятить именно им. Великой Отечественной войне